День с толком На антисептики и маски. Государство обещает помочь бизнесу деньгами. Кафе угрожает жизни в центре скандала предпринимателя Бирюзовой Катуни. Чуйский тракт расширяют. Федеральная трасса наконец станет безопаснее. Сначала о статистике. Наш регион установил новый коронавирусный антирекорд. 246 заболевших за сутки и 3 летальных исхода от коронавируса. Теперь в Алтайском крае 6,5 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Самый большой прирост заболевших в Барнауле – 66 человек за сутки. На втором месте БИСК – 58 человек. 29 заболевших в Михайловском районе, 23 в Новоалтайске. За три месяца от коронавирусной инфекции скончалось 136 человек. Алтайские бизнесмены, пострадавшие от коронавируса, с сегодняшнего дня смогут оформить субсидии на дезинфицирующие средства. Правда, помощь от государства доступна лишь малому и среднему бизнесу. Подробнее об этой поддержке и о том, как ее можно получить, в материале Валентины Аскеровой. Спорт, отдых, развлечение, санаторно-курортное лечение, общепит, ремонт компьютера в салоны красоты. Бизнесмены, предоставляющие социальные услуги, вправе рассчитывать на единоразовую помощь от государства. Она состоит из двух частей. Первая часть – это 15 тысяч рублей, которая будет выделяться всем этим организациям и предприятиям, и индивидуальным предпринимателям. А также 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, который работал в этой организации или у предпринимателя в мае месяце. Деньги выделят в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Они, прежде всего, должны пойти на закупку дезинфицирующих средств, пояснили в налоговой. Правда, выяснять, на эту ли цель потрачены субсидии, надзорное ведомство не будет. Но от размера долгов перед ней зависит, окажет ли помощь. Сумма задолженности по налогам не должна превышать 3 тысяч рублей. Заполнять заявление на получение денег на антисептики нужно на сайте УФНС. Кликайте раздел «Ваш бизнес пострадал от ковид», далее «Получить субсидию» и начинайте заполнять заявление. Понадобится только ваш ИНН и банковские реквизиты. Заявление нужно выслать через личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя. При возникновении каких-либо сложностей звонить на горячую линию УФНС. Кстати, если мелкий и средний бизнес в очередной раз получает поддержку, то крупные промышленные предприятия и торговые центры вновь остаются за бортом. Ситуация сложная, признается руководство ТРЦ. Ведь они выживают за счет арендаторов, многие из которых сейчас отказываются носить плату по понятным причинам. А как-то нужно выживать. Они в очередной раз обратились в правительство края за помощью. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А вот по факту начисления зарплаты врачам диагностического центра, где проводят тестирование на ковид-19, отказано в возбуждении уголовного дела. Такое решение принял Следственный комитет края. Напомним, в середине июня сотрудники медучреждения провели протестную акцию в связи с занижением зарплаты. Вознаграждение в размере МРОД врачи получали на протяжении двух месяцев. Когда вокруг проблемы возник общественный резонанс, к ситуации подключились правоохранители и сам Минздрав региона. Последний, проведя внутреннюю проверку, признал, при начислении зарплаты медикам были допущены многочисленные нарушения. Минстр здравоохранения региона Дмитрий Попов тогда пообещал, что недополученные деньги медикам перечислят до конца июля. Между тем, Следственный комитет края отказал в возбуждении уголовного дела. Вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях главного врача состава преступления. Добавим, в начале июля из-за неполных выплат сотрудникам 9-й детской поликлиники Барнаула уволили главного врача этого учреждения Владислава Галдаева. Проверки прокуратуры, Минздрава и госинспекции показали медработникам, поликлиники не полностью выплачивали стимулирующие выплаты, премии, а также неверно рассчитывали районный коэффициент. К другим темам. В середине августа на федеральной трассе в направлении Бийска поменяется движение. От Новоалтайска до Б-ключей дорожники построили объездной маршрут. Теперь весь поток машин направят туда. На самой дороге скоро начнутся глобальные работы – расширение до четырех полос. Когда же вся трасса от Бийска до Барнаула станет четырехполосной, а значит более безопасной, расскажет Ирина Корчагина. Один из самых загруженных участков трассы Р-256 – от Новоалтайска до Б-ключей. На выходных здесь проезжает порядка 18 тысяч машин. Все едут в горный. Место аварийное, поэтому отсюда было решено расширять дорогу до четырех полос, пока на 11-километровом участке. Стоимость работ – 3 миллиарда 100 миллионов рублей. В среднем 280 миллионов за километр. Прямая в плане, она как бы дает водителю понимание, что еду по ровной, по хорошей дороге, поэтому я чувствую себя комфортно и немножко, так сказать, отдыхаю, расслабляюсь. Поэтому аварии тоже случаются, именно выезд на встречную полосу при обгоне. Ну, две полосы – это классический вариант. Вот, собственно, поэтому вопрос, с какого участка начинать, он даже не обсуждался. Весь поток машин, который следует из Барнаула в Бийск и обратно, теперь будет направлен на объездную дорогу. Она уже почти готова к эксплуатации. Протяженность объездного маршрута – 5 километров. Теперь мы будем ездить по этой дороге, уже начиная со следующего месяца и вплоть до осени 2021 года. Тогда же и будет открыта новая четырехполосная дорога. И даже когда там появится четырехполосное движение, здесь добро пропадать не будет. Этот участок дороги будет использоваться для посадки техники МЧС, той же медицинных катастроф. Помимо четырехполосной дороги, на этом участке появится площадка для отдыха водителей. Мы на данный момент находимся на площадке отдыха. Здесь она предназначена для автомобилей. Они будут здесь останавливаться, чтобы не занимать на дороге место. Сколько машин примерно может здесь поместить? Ну, наша стоянка 60 на 250 метров. Довольно-таки большая. Автомобилей, ну, где-то 200. То есть, и еще раз уточняем, здесь не будет никаких кафе, то есть это просто чисто будет как бы стоянка для отдыха? Да, совершенно верно. Это гидромат 3DM. Он будет у нас под всем покрытием и под дорогой, и под площадками везде. Включает в себя, да, вот геотекстиль, пленка, которая спаивается под высокими температурами. То есть, исключает вообще все попадания в влаги, да, и снизу, и сверху. Вот по вот этой решетке проходит, вода будет дренировать и отходить в стороны, отводиться. А сколько лет примерно он может выдержать? Ну, лет 25, я думаю, он выдержит. В прошлом году на Чуйском тракте в регионе произошло 252 аварии. В них погибли 65 человек. 414 получили серьезные травмы. Очевидно, что Чуйский давно требует четырех полос. До 2025 года дорожники должны расширить его на 73 километрах. К слову, протяженность Чуйского тракта в Алтайском крае – 316 километров. От Новосибирска до Горного Алтая. Дорожники будут выбирать самые загруженные и аварийные места и расширять дорогу точечно. Например, в Троицком районе на подъеме появится третья полоса для обгона большегрузов. Перед Бийском, следующий у нас, то есть от Новоалтайска и Перед Бийском. То есть, как бы идем от, так сказать, населенных пунктов к центру. То есть, перед населенными пунктами интенсивно всегда больше, но наша как раз главная задача – начинать расширение до четырех полос. Затяжные подъемы Троицкого района, болотные ландшафты зонального – все эти природные факторы, говорят дорожники, не мешают работе. Мешают люди, которые игнорируют знаки и не сбавляют скорость в местах ремонта. Случай был, ехал на трассе, в меня врезался нетрезвый автомобилист. Возможно, в недалеком 2025-м таких лихачей станет меньше, а трасса Р-256 безопасней. Пока же эту трассу в народе называют «дорогой смерти» за тысячи унесенных жизней. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. За многочисленные нарушения при заготовке древесины оштрафован холдинг «Алтай лес». Недавно проверки в Каменском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате, входящем в холдинг «Алтай лес», привело Министерство природы. Как нам сообщили ведомстве, основная цель ревизии – оценка соблюдения лесного законодательства. По итогам проверки выявлена масса нарушений. В ходе осмотра лесосек сотрудниками Минприроды установлены нарушения в виде невырезанной древесины в установленный срок. Заготовленная древесина не собрана в штабеля и не отделена противопожарной минерализированной полосой. Также не проведена висения доочистками струбок. Не обеспечено полное сгорание порубочных остатков. По результатам проверок виновными признаны начальники производственных участков, отвечающие за разработку лесосек. Должностные лица Каменского ЛДК привлечены к административной ответственности. Им выписаны штрафы в размере 10 и 12 тысяч рублей. К тому же, по словам представителей Минприроды, арендаторы лесного участка в ближайшее время обязаны устранить нарушения. Бирюзовая Катунь в центре скандала. Вот уже больше года длится судебная тяжба между акционерным обществом особоэкономической зоны и одним из ее резидентов. Истец руководства Бирюзовой Катунь планирует снести кафе, которое якобы угрожает жизни и здоровью посетителей. Но владельцы объекта общепита считают претензии необоснованными. В конфликте сторон попытался разобраться Никита Ермаков. Это кафе на территории Бирюзовой Катунь работает уже пятый год. Зайти на особоэкономическую зону, рассказывают его владельцы, было непросто. Управляющая компания, то есть руководство туристко-рекреационной зоны поставила условия. Кафе построить можете, но при этом обязательно сохраните на участке все деревья. Их не только сберегли, но и оригинальным образом обыграли. Для этого разработали и утвердили специальный проект. Осенью 2014 года мы подготовили проект, подготовили все документы, в том числе с самой Бирюзовой Катунью. Собрали все подписи. И к лету 2015 года у нас уже стояло наше заведение. Деревья внутри заведения как элемент интерьера. По мнению отдыхающих, такое решение своеобразная изюминка. Не только кафе, но и всего туркомплекса. Я считаю, чтобы они все-таки были с деревьями. Какое-то природное кафе тогда получается. Какое-то чувство природы, что ли. По моему мнению, конечно, лучше с деревьями. Тем более, как бы здесь, в Горном Алтае, на Бирюзовой Катуни. То есть, получается, здесь природа, ассоциируется все с деревьями. Ну, конечно, это плюс. Однако, величественные сосны рискуют пойти под спил. Руководство Бирюзовой Катуни считает, что из-за деревьев кафе небезопасно для посетителей. Управляющая компания особой экономической зоны даже обратилась в суд с требованием снести объект общепита. Те самые деревья, которыми так недоволен истец. Он считает, что они могут нести угрозу жизни и здоровью окружающим. В них может попасть молния или они просто-напросто упадут. Максим Манохин недоумевает. ЧАЭС природного характера за время работы заведения не было ни разу. А если какой ураган и случится, то он может повалить деревья не только на его участке, но и на других. Риск падения любого из деревьев турзоны подтвердила и специальная лесопатологическая экспертиза. Негативные последствия можно отнести ко всей территории туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Все эти риски падения или сломленных вершин зависят от комплекса факторов. Как выяснилось, к арендаторам других участков претензий нет. А здесь могут спилить здоровые деревья. Просверливали деревья, проверяли их на наличие паразитов. Дерево абсолютно здорово. Не повреждено никаких ни саморезов, ни шурупов, ни гвоздей в нем нет. По мнению Максима, руководство «Бирюзова» не столько беспокоится о безопасности отдыхающих, сколько идет на непонятный принцип. Так, ранее администрация подала иск, чтобы признать кафе самовольной постройкой и в итоге снести его. Дело еще рассматривается. И сейчас, после всех уточнений, камнем преткновения стали деревья. По ним тяжба длится уже год. И совсем недавно проблема возникла из-за воды. В этом сезоне нам просто не дали подключения, ссылаясь на то, что идут суды, и мы не имеем права вам дать воду, так как у вас незаконное строительство. Почему администрация турзоны так упорно добивается сноса кафе? В чем, по ее мнению, выражаются признаки самовольной постройки? С этими и другими вопросами мы обратились за комментарием к руководству комплекса. Общаться на камеру с нами не пожелали, ответив письменно. Суть письма сводится к следующему. Здание построено с нарушением установленного порядка оформления разрешительных технических документов в отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок с нарушением градостроительных, строительных и противопожарных норм и правил. Правда, каких-либо документов, подтверждающих такой вывод, к ответу не прилагается. В то же время у владельцев кафе на руках и договор аренды на земельный участок, и договор субаренды. Оба подписаны администрацией Бирюзовой. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов, которые, как выяснилось, на самом деле имеются, отказы на кафе и в подаче воды. Кстати, разбираясь в этом вопросе, возник другой интересный нюанс. Он касается скважины, в которой распоряжается Бирюзовая Катунь. А это та самая скважина, которая питает водой всю Бирюзовую Катунь. Резиденты исправно платят по тарифам за воду, но, как выяснилось, по документам ее вообще не существует. Точнее, нет лицензии на пользование недрами Бирюзовой. Это подтверждает выписка из единого реестра юрлиц налоговой службы. Более того, нет туркомплекса и в перечне регулируемых организаций, которые вправе обеспечивать в крае холодное водоснабжение. Выходит, администрация турзоны пользуется и передает воду незаконно, без утвержденных тарифов? В этом вопросе предстоит разобраться уже компетентным органам. Что касается спора между двумя хозяйствующими субъектами, скорее всего, он разрешится не скоро. А понести расходы в итоге могут обе стороны. На руках у Красного Камня имеется соглашение инвестиционное, которое позволяет в случае удовлетворения тех требований, которые заявлены со стороны Бирюзовой Катуньи, взыскать непосредственно с Бирюзовой Катуньи сумму стоимости рыночной – это 10 миллионов рублей. Это было в соглашении в 2015 году все описано. То есть вот именно это сооружение кафе «Бачкари» оценено было двумя сторонами в размере 10 миллионов. Какую цель на самом деле преследует администрация Бирюзовой, развязав тяжбу с одним из своих резидентов, можем только предполагать. Но мы будем следить за развитием ситуации. Следующее заседание в арбитражном суде состоится 10 августа. Никита Ермаков, Алексей Фрезин, Александр Андропов. День с толком. Наконец-то. Спортсмены и тренеры училища Олимпийского резерва не скрывают эмоций. Спустя почти 4 месяца им позволили заниматься группами в помещениях. Конечно, с соблюдением всех современных норм и правил. Чем пришлось пожертвовать и смогут ли в новых условиях представители сборных команд региона быстро подготовиться к российским стартам – расскажем далее. Наличие индивидуальных средств защиты – это термометрия, наличие журнала термометрии. Евгений Трубников, директор училища, рассказывает о том, без чего тренировки сейчас были бы невозможны – о так называемом паспорте готовности. Придется привыкать не только жить в новых условиях, но и тренироваться. Представителям всех 20 видов спорта, в том числе борцам. «Ильджин сегодня немного, да? Обычно больше у вас занимается?» «Ну, обычно больше. Кто-то у нас еще не успел приехать с муниципалитетов в общежитии, поскольку у нас столовая еще не запущена. Те, которые вот в городе, вот они сегодня вышли на первую тренировку». Правда, друг с другом бороться пока нельзя. И это минус. Вместо напарника по ковру у представителей греко-римки чучела разных размеров. «Партнер дает отпор. То есть ты работаешь на усилиях не только своих, но еще и на партнере. А здесь никаких усилий от паникена нет. Берешь и бросаешь. Отрабатываешь технику броска». Накат, кочерга – и этого для Максима и других спортсменов уже немало. Ведь на ковре не тренировались 4 месяца. А тренер уже строит планы на сентябрь, на первенство России среди молодежи. Надеется, что с 1 августа начнут тренироваться в полную силу. «Мы вышли в понедельник. Первые тренировочки были на улице у нас. По индивидуальному плану посмотрели. Мы прикинули нормативы, посмотрели. Что все в нормальной форме. Процентов на 70 готовы ребята». Дзюдоисты из группы высшего спортивного мастерства тоже вышли. И тоже пока тренируются не в парах. Хотя дома пытались создать себе условия, приближенные к реальным. «У меня есть сестра. Мы с ней боролись дома. А сестра младше и старше?» «А она не хочет пойти на дзюдо?» «Ну, она пробовала. Ей не понравилось. Она маленькая, худенькая». Но за шоколадку составить пару Яни не отказывалась. 15-летняя спортсменка мечтает попасть в сборную России на ближайшем чемпионате в тройку призеров. Пока же по плану у дзюдоистов сентябрьская спартакиада Сибири. Все верят, что планом суждено сбыться, если тренироваться упорно и соблюдать меры безопасности. «Онлайн-тренировки – это уже все равно не то. Кто там что делает. Но я думаю, все будет нормально. Начнем дальше работать». Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Алтайские поисковики – лучшие в Сибири. На недавнем онлайн-конкурсе, посвященном поисковой работе и исследованиям, школьники из Кулундинского района заняли первое место. Вернее, сразу два первых места. Причем одно из них принесла ложка. Подробности у Анастасии Дороган. Он ее собрал, починил, сделал ее из двух ложек. И она ему дорога. Ложка победы, но победы потомков. Именно ее Кирилл Выбор взял для конкурса музей одного экспоната. Ее историю рассказывал жюри. В 2016-м ложку нашли под мясным бором – долине смерти, где прорывались к Ленинграду. Кирилл и сам стоял на той земле. В свою первую экспедицию нашел пули, гильзы и, что большая удача, останки солдата. «Постоял, помолчал. Для меня это, да, действительно, был небольшой шок, но мне переполняли эмоции. Я был рад, что найдены останки солдата, что в этой экспедиции, в моей первой экспедиции, был найден солдат. Он стал больше интересоваться историей военных действий, солдатской историей в целом, вот этой темой. И вообще, кто через экспедиции прошел, он никогда, так скажем, немножко прежним не становится. То есть цена жизни человеческой, она становится в разы больше». Раскопки – самая впечатляющая поисковая деятельность, но и другой работы немало. К ней уже семь лет привлекает детей Виталия Еременко. В Кулундинской школе преподают историю, общество, знания, а в неурочное время посвящают Великой Отечественной. Катарина Белорусова под его началом последние два года изучала судьбу Алтайской дивизии. «Мы взяли 87-ю куллерийскую дивизию, потому что была печально известная грибанская наступательная операция, которая много лет была без внимания. По исследованию было выведено, что из 214 солдат 86 были похоронены в выделении кончики». Вопрос жизни и смерти покрыт тайной, даже если кажется, что все известно. Политрук дивизии Петр Лобанов в двух базах значился пропавшим без вести, а в третий – погибшим. Исследователям пришлось изучить карту боев за определенный период, чтобы взять нужный журнал боевых действий. Там-то и нашли информацию – погиб Лобанов от прилетевшей в штаб мины. «Похоронен возле древней ручьи. Но в дальнейшем он был перезахоронен в город Любань. И увековечен, в данном случае, там, на мемориале. Самое ироничное, наверное, здесь – это то, что 2-я ударная армия и все воинские формирования, которые входили в ее состав, они как раз наступали на город Любань. Как раз вот в этой любанской наступательной операции. И так они дошли до него. И после войны он был там перезахоронен. То есть он дошел до пункта назначения. Эти данные затем внесут в базы. За масштабную работу Катарине дали первое место как исследователю. Получать два золота для алтайского отряда «Сибиряк» и «Кулундинская школа» в частности – неожиданно, но приятно. Пожалуй, так же, как и заполнять белые пятна в истории войны и отдельных судеб. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok